Всем привет наши дорогие зрители, подписчики канала, вы как всегда на канале Семены Чемоданы, с вами я, Славян, друзья мои, за моей спиной воздушные шары, это значит мы находимся, нет неправильно, не в Каппадокии, ребята, мы находимся, бау, на Эльбрусе, мы вот с таким видом вчера засыпали, с таким видом сегодня просыпались, вот наша машинка, посмотрите какой вид открывается из машины, просто бау, посмотрите какая красота, и сегодня, ребятки, мы отправимся с этого места на Донбай, хотим увидеть тоже Донбай своими глазами, как выглядит этот замечательный горнолыжный курорт, едем туда впервые, так же как и сюда приехали, выпуск вот с этого места, как мы сюда доехали, как вообще мы пытались увидеть Эльбрус 3 целых дня, посмотрите по ссылочке в описании, кто пропустил, не делайте так, ничего не пропускайте, потому что у нас много интересного, ну а сейчас в этом выпуске ставьте сразу же лайкосики, ребятки, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети, лайкосика точно заслуживает этот выпуск, ведь это любимый Кавказ, погнали! Мы пока были за границей, нам многие писали, что типа кола все, типа в России нету, и многие друзья приезжали и сразу покупали колу, типа вау, мы тут зашли в магазин, смотрите, кока-кола, и она иранская, прикиньте, вот прям все здесь на иранском написано, там туда-сюда, вот так вот обходят, придумали тоже санкции, да? Вот мы сколько едем от Кисловодска, дорога вот прям скучная, там есть серпантины, но это знаете такие серпантины, я бы их назвал серпантины в полях, примерно как-то так, гора особо нету, просто такие небольшие холмы, и немножко скалы, но они высокие там, типа чуть-чуть прям, и вот когда до Донбая остается где-то километров 80, начинается прикольно. Вот там высокие горы, тут поменьше, но вот, как говорится, хоть что-то, хоть глазу есть за что зацепиться. Это Сарытюз, населенный пункт, Карачаевский район, 5,642, почему указатель высоты Эльбруса, непонятно. Река Тиберда, вот здесь течет, красивая-красивая, вот она Домбайская осень, тоже красивая-красивая, и начинаются уже горы, пока все так пышненько, так пш-пш-пш-пш. Мы приехали в Тиберду, Ну и сейчас будем заезжать просто в неповторимую, ребята, красоту. Вы сейчас просто охренеете. Куда? Бам! Посмотрите, какая красота. Друзья мои, да-да-да, посмотрите, что за моей спиной. Посмотрите, что надо мной. Да, мы приехали. Называется «Гостевой дом. Атмосфера». Находится в Тиберде. Это наикрутейшая просто локация. Мы очень давно хотели пожить в Тиберде. И вот выбрали вот этот вот «Гостевой дом». Я сейчас вам сделаю здесь рум-тур. Вы просто… Я сюда рекомендую каждому приехать, потому что здесь… Ну невероятно. Здесь просто, знаете, ты только заходишь на территорию, такой бэмс. Вот это. Да. Короче, смотрите, мне уже дали ключи. Здесь входная группа. Это откатные ворота, калиточка. 800 метров вся инфраструктура. Шикарное озеро. Сходим позже. Магазины, короче, все есть. Дальше, смотрите, забор красивый. Все так по дереву. Шикарно, прикольно. Здесь вечером магическая атмосфера. Здесь горят вот эти гирляндочки. Такое вот лобное место, где однозначно мы сегодня что-нибудь приготовим. Можно посидеть у костра. Гляньте, как прикольно. Насколько человек. У них два домика. Мы будем жить вот в этом. Этот дом с джакузи. Дальше здесь есть мангал. Вот можно спокойненько жарить все, что хочешь, пользоваться. Прямо на дровах все готовить. А на лобном месте можно просто разжечь вот так вот костерчик. И посидеть, достать гитарку и попеть под гитарку. Посмотрите, какие красивые, очень красивые домики. Невероятно. Представляете, мы еще вчера едем, я на Сенке говорю, посмотри эту архитектуру, вот эти вот угловые домики. Я говорю, надо как-нибудь в таком пожить. И вот мы здесь, специально для вас. А теперь пойдемте в дом. Невероятно. Второй свет, все красиво, гирляндочки. Тут же Настенка хозяйничает, точнее Мирошка хозяйничает. Смотрите, как здесь красиво. Ну естественно, огромное. Мы еще в таком возрасте не жили ни разу. Да, впервые мы живем в треугольном доме. В треугольном доме. Два этажа. На первом этаже большая гостиная, кухня, стол, телевизор. Значит, здесь все вот эти ящички. Здесь пледики вот для того, чтобы сидеть возле костра, да? Укрываться. О, вот этот вид, ребятки. Да вы что, вот только посмотрите. Это вообще мечта такого дома, чтобы прям жить, да, в таком какое-то время. Большой диван, все раскладывает. Скомод, посмотрите, как красиво подобраны цвета. Запах дерева, холодильник, микроволновка. Вообще чувствуется, что у хозяев, либо проработал здесь все шикарно, дизайнер, что такой создал. Либо у ребят очень хороший вкус. Дело в том, что с хозяевом мы не познакомимся, потому что они сейчас находятся в Геленджике. Возможно, познакомимся с ними зимой, либо в другой раз. Короче, смотрите, здесь посуда. Все есть вообще просто. Вот это вот, Настен, смотри, посуда, как тебе нравится. Видишь? Так, потом, значит, здесь вон раковинка. Вот это вот черный цвет и цвет дерева, это, конечно, вау. Пошли, я вам покажу. Туалет. Да, здесь есть даже кофемашина. Понятное дело. Вот черные двери и черные ручки. Блин, я не знаю, слушайте, действительно потрясающе. Здесь, посмотрите, черная раковина. Артемка заходит, папа говорит, здесь черный унитаз. Да, еще прикольно. Вот это вот стиль лофт, да, по-моему, называется все графитовое. Вот это вот роскошная душевая кабина. Вау, ребята! И не просто табличка, а вот такая вот из фанерки, не наклеечка какая-то, да? Здесь есть халатики беленькие, представляете? Беленькие полотенчики. В домике есть стиральная машина, где можно перестираться. Нам, конечно, это не требуется. Это я. Идем дальше. Полотенце-сушитель тоже черного цвета. Нифига себе! Слушайте, я даже не думал, что такое будет крутое сочетание дерева и черного цвета. Вообще, да? И смотрится, это так круто смотрится. Так, пойдемте на второй этаж. Здесь такая достаточно крутая лестница. Так, Мирошка, ты живешь на первом этаже. Пацаны, спускайтесь, пожалуйста, на первый этаж. Привет! Здесь сделали стеклянные такие вот, как они правильно называются, заборы, да? Так, и здесь большая двухспальная кровать вот с таким вот треугольным окошком в лес. И вы, как вы понимаете, да, это все находится в лесу. Вот так вот просто ложишься на кровать и просто вау. Не, ну вообще, на самом деле, да, очень-очень... Ну класс, Анасен, твое мнение, твое впечатление. Ну классно, конечно, отдохнуть и ехать сюда. Да жить в таком было бы круто, на самом деле. Ну чуть-чуть побольше бы для жизни. Чуть-чуть бы побольше, да? Нам именно, с детьми, а так? Да. Мирош, иди ко мне, зайка. Классно. Ну да, с детьми бы, конечно, здесь вот эти поручни, а так это... Молодцы, что тут скажешь? Я вот такой шикарный вариант. Кстати, да, еще очень важно, что во всем доме теплые полы. Вау! Да, и здесь, кстати, забыл показать сразу. Смотрите, здесь огромная терраса, где тоже можно вот так вот сесть вместе с Тёмиком. Вот так вот. Опа! И посидеть. Ну гляньте, как круто. О, Мирошка вообще доволен, да, сынок? Да? Пацан. Это был просто невероятный, ребята, пролет. Вот вы если вот отсюда посмотрите, это сделать было так страшно, вот между вот этими деревьями, между теми и вон тех, чтобы ничего не зацепить. Короче, мы увидели, что есть лобное место, что мангал, конечно же. Я сразу же решил, что сегодня однозначно нужно пожарить шашлычок, поэтому я сгонял в магазин. Кстати, для Лады сейчас будет монтироваться новый выпуск, друзья мои. Купил мясо, и мы сейчас будем разводить костерчик, делать шашлычочек, в общем, все, как мы любим, друзья. Так, Тёмка у нас сегодня ответственный будет за костер. Да не, ложи, короче, вот, всякий средний. Маленьких достаточно. Здесь есть горелочка. Это очень сейчас нам упростит, короче, разжигание костра. А-а-а. Можно я? На, держи. Чтобы оно разгоралось. О, красава! А ещё, представляете, сегодня на самом деле, вот мы сюда заезжаем, сегодня такая знаковая дата у них. У них сегодня день рождения. Хозяйка говорит, что ровно год назад мы сюда заселили первого гостей, и вот спустя год мы здесь будем сегодня отмечать их день рождения. Я тут стою, готовлю, поворачиваю голову. Это Амирочка идёт. Маленький Амирочка. Мы должны открыть дверь. Маленький Амирочка. А здесь это как бы тонировано, но он нас не видит. Что такое? Как? Он нас не видит. А-а-а, смотри. А-а-а. Мирочка, это ты, что ли? Мирочка, привет, разувайтесь только, пожалуйста, сынок. Настенка сейчас прям накроет на стол, у нас будет 2 килограмма жежлыка, блин. И сделаем картошечку, сюда перчик, маслечко и соль. Вот так вот будет. Берем мяско, друзья мои, картошечку и отправляемся все ставить на мангаличку. У нас уже почти все готово, между прочим. Ну, ребятки, смотрите, какая у нас вкуснота получается. Офигенный шашлык, он пахнет невероятно. Кстати, можно рукой тоже пожарить, она промариновалась. Куски огромные, вот прям огромные, вот как я люблю не маленькие, чтобы они были сухие, а прям огромные. И вот такая у нас мини-порция, ну как мини-порция, 2 килограмма, короче, получилось у нас. Сейчас пожарится и будем пробовать. Блин, ребята, вот серьезно, я вот настолько люблю людей, которые вот создают вот так. Не как-нибудь, а вот так. Мне кажется, что это самый вкусный шашлык, который мы в последний раз готовили. Да и в принципе ели, потому что куски здоровые, вкусно. Да еще и в этом прекраснейшем месте, да еще и на день рождения этого замечательного гостевого дома. Дай! Субтитры сделал DimaTorzok все друзья нам приятного аппетита я больше не могу снимать даже потому что я сейчас просто умру у меня на такое слюно выделение на этот шашлык я из ну серьезно это просто жесть и увидимся с вами уже на лобном месте не переключаемся до вера штанцовый просто потрясающим невероятным видом в молодец мирося вот такую палку нажал будем разводить костер и сидеть на лобном месте теплом и просто футболочках понимаете а и Ну и как вы поняли, друзья мои, дамбайчик нас встречает. Прекрасной погодой, отлично мы переночевали. Контакты этого гостевого дома я оставлю, друзья мои, в описании. Обязательно пишите, подписывайтесь на их социальную сеть, бронируйте домики и приезжайте отдыхать в Тибирду. Здесь реально потрясающе, мы сейчас здесь продолжим путешествовать, вы сами все увидите в 20 километрах поселок Дамбай. Именно туда сейчас мы и отправляемся. Ребятки, какая же здесь потрясающая осень. Мне кажется, эта осень сравнится ни с какой осенью. Высокие горы, разноцветные листочки, просто класс. Блин, ну я не знаю, вот мечтаешь, мечтаешь что-нибудь увидеть, потом бац и неожиданно это случается. Не запланировано. Не запланировано как-то вообще. Ну что же, друзья, добро пожаловать в Дамбай. Вот мы прям только в него заехали. Посмотрите, с каким видом живут люди. Я им вообще просто завидую, какой-то белой завистью. Смотрите. Отель Альгрус. Что-нибудь. Вот это да. О, вообще вон многоквартирный дом. Какие, смотри последний этаж, какими этими у них террасы там. Ничего себе. Вот она, канаточка. А, это первая канатка, которая сюда уходит. Здесь, короче, четыре канатных дороги. Они, в принципе, плюс-минус все идут в один и тот же пункт до четвертой станции. Вот, это старая канатка. О, моя еще пустая. Мы вот тут у женщины спросили при уезде на парковку. Вообще ценник Триссон, она говорит, поднимемся на наши канатки. Парковка бесплатная, на наши канатки стоит 600. На вот этих новых кабинках 800 за человека. Там за детей надо тоже оплачивать. Здесь она сказала, дети бесплатны. Ну, сейчас посмотрим. Вот та самая женщина. Мы у нее еще прикупили вот так вот очочки. Тема, ну-ка. Вообще офигенность. Чисто в гору ходить. Родик, ты. О, слушай, классно вообще. Еще мы Мирошки купили такие черевички прикольные из овечки. Сейчас там на высоте еденет, а то у него так кроксы. Вот, видите, маятниковая канатная дорога. Ну, пойдемте. Так, а по ценам? Непонятно. Ладно, сейчас узнаем. Все, залетаем. Опа. Ну, вот, смотри, даже лавочка есть. Ну, классно. Так, мы сейчас сначала едем вот сюда. Для сколько это? Не помню, 2 с копейками. Еще там надо будет? А, надо немножко будет подождать. Короче, здесь смысл в том, что, которые другие канатки, их сидячие, они закрыты на профилактику, а следующая вот там пересадку делают на другую канатку. Артем, не натрясти. Оно, получается, стоит еще 900 рублей дополнительно, чтобы на самый-самый верх отвезти. Ну, вот, мы и приехали на первую точку. Высота 2 с копейками, по-моему. Ну, пойдемте изучать. О, прикольно. Смотрите, какая локация. О, а тут вот фото зоны. Вот это, да. Вот это виды. Крутые. Да, красота за спиной нереальная. Да, сейчас попробуем подняться на самый-самый верх, чтобы видеть весь Кавказский хребет. Не, ну круто. Здесь, конечно, по-простецкому все. Такая архитектура очень простая. Это прям далеко не роза хутор, не красная поляна. Да. Класс. Шикарная смотровая. Теперь нам нужно пройти через такие ряды. Можно здесь денег потратить. Вот. О, шатки, кстати, прикольные. Короче, мы купили билеты на, получается, на пятый подъем. Еще есть шестой. На шестой нет смысла. Он говорит, там просто, там, она медленно идет, там холодно уже. Взрослый 900 рублей и детский 650. Дети до трюк лет бесплатно. И смысл в том, то, что если покупать там внизу, то здесь уже покупать не надо. Но если при условии, что вы едете на новый. То есть я, короче, пока так и не понял, переплатили мы или не переплатили. Я вот так и не понял, Настя. Переплатили. Почему? Потому что если бы мы на ней, мы бы и на ней поднялись, и на это бы дальше поехали. Ну нет. Снизу тебе тоже туда сразу надо билет. И он вряд ли стоит 800, если здесь только 900. Папа! Можешь? Короче, ладно, поехали. Это, кстати, это открытая каната. Барни, пошлите. Очкова будет ехать. Сидите. Опа. Опа. Тянем. Держи, Глайка. Дай. Страшно. Фух. Мы сели. Короче, парни, держитесь крепко. Короче, открытые подъемники, это всегда стрёмно. Особенно с детьми. Да не, нормально, кстати, нормально. Просто это... Ну сейчас посмотрим, главное, чтобы он не начал бегать, прыгать. А как он будет прыгать, я его до рукав держу. Вот это... Нет, слушай, тепло, хорошо. Тепло, тепло. Это очень важно, конечно. Мы думаем, туда закрытый идет. Вообще, конечно, посмотрите, сколько трасс, сколько вообще. Подъемников, но они на обслуживание. Угу. Ну, слушай, класс, что на открытые тоже пока, на тени страшнее будет ехать, чем наверх. У-у-у. А есть нежные такие? Ну, клево. Так, вон, в Сиротраке ждут своей очереди, когда выйдут на работу. Да. Сняты. Главное, на Петюкс иногда. Ну, тихонько ехать. Мы вот, между прочим, вообще ни разу даже не катались здесь. Мы вообще здесь впервые, представляете? Надо зимой обязательно приехать покататься. Ну, когда-нибудь, в каком-нибудь году. А вон она, знаменитая тарелка стоит. А почему она вообще там? Это нам нифига, нам столько надо пройти будет пешком, что ли? А зачем мы тогда наверху? А-а-а, ну-ой, красоте. Ну, ладно. Вообще, на самом деле, получается, у нас туда-обратно за канатку вышло... Три сто, да, там? Три сто и тысяча двести. Да, почти пять тысяч. Угу. Офигеть. И это еще при условии, что нам сделали бесплатную парковку, между прочим. А вот за новой мы бы однозначно... А-а-а, еще за детей не взяли деньги на первой канатке. Во! Тем самым мы сэкономили приличный деньжат, кстати. Ну, накладная история, между прочим, я хочу вам сказать. Вообще, большая семья, это не дешево ни разу. Вот горы здесь, конечно, вообще совершенно другие. Вот вообще, они такие, вот, как я не знаю, какие непальские. Вот они острые, как пилы. Очень сложные, труднодоступные. Вот я не зря слышал, что Эльбрус, это очень простая гора в плане подъема, потому что вот она такая покатая, ты просто идешь и идешь. А вот если покорять вот эти вершины, ну, посмотрите, там просто нужно однозначно какое-нибудь оборудование уже скалолазное. Вот мы и приехали. Ну, вы посмотрите, какова красота! Там ледникенеж голубого цвета. Короче, на самом деле, здесь даже снега нету. Пацаны вышли и говорят, а где снег? Его реально нету, его даже вон там нету. Нигде нету. Тарелки нет, снега нет. Блин, ёбарасатэ. Ну ладно, мы, по крайней мере, сейчас понаслаждаемся хотя бы видами. Мы очень благодарны этим горам и погоде, что они нас приняли в такую замечательную погоду. Представляете, это было лучшее решение. Вчера никуда не ехать. Смотрите, как круто. Друзья мои, ну-ка признавайтесь, кто здесь не был в комментариях, отпишитесь. Здесь, на самом деле, можно до бесконечности просто гулять, хоть пешком спуститься вниз. Наша задача была одна, это просто видеть вот так хребет, вот такую круговую панораму, что у нас сделать получилось очень просто. Горы нас точно любят. Кстати, кто не знал, здесь высота 3008 метров. Здесь, короче, на самом деле, вот, Сверёздов, смотрите, всё как максимально просто, да? Я спрашиваю ещё у девочек. Здесь, вон, можно всё, чего угодно купить. Кстати, правильные люди, они закрывают полностью лицо, потому что здесь нереальное солнце сожгёт тебя. Вот она, канадка, уходит туда вверх, но всё, мы туда не поедем. Там попрохладнее будет, и ветрено уже здесь, да. Но с этой стороны виды, конечно, вообще гораздо-гораздо интереснее. Вот наверх подниматься было прям лайтово, а вниз жесть! Посмотрите, просто ветер в харио. Угу! Угу! Блин, ну просто красавелла. Вот это виды! Это холодно! Мирошка! Страшно, держись. Да, страшновато! Тара-тара-тан, тара-тут. Слышался нельзя. Слышался. Тихий! Ууууу! Не дёргайся за маму. Короче, спускаться гораздо интереснее, потому что здесь, посмотрите, ещё какое лопанище. Вот до него, я думаю, можно сходить, сделать трекинг, а потом уйти в старинник. Да, 100%. Мы спустились, у нас мирошка вырубилась. Теперь мы пойдем в кафе, в которое Настенка очень давно мечтала попасть на просто крутой вид. Вот она, кстати, инста-локация, где сидишь, пьешь чаёчек, и у тебя вот этот вид. Вот они столики. Наконец-то мы тоже сюда попали. Сейчас покушаем, Мирошка проснётся, и подснимем классный Рилс. А мы будем кушать, ну почти с таким же видом, кстати. Смотрите, как здорово здесь, на верандочке, то, что надо. Да, давно хотели сюда. Получилось. Ну вот они, наивкуснейшие хачаны, это картошка-сыр. Так, это с мяском. Ну всё, приятного аппетита, давайте, давайте, наяривайте. Обратно будет пикать уже вот в таких кабинках. Кстати, погода портится. Будут здесь смотреть на хребты, видите, их затягивают уже облаками. Эй, нам кто-нибудь закроет кабинку? Закрывайся. Вот. И сейчас просто, ой, на ускорение. Пasta будет. Пойду. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, вот такой вот дамбайчик у нас с вами получился Как вам? Пишите комментарии Не забывайте, что все самые нужные и важные ссылки Есть там в описании под видео Все, мы выдвигаемся дальше путешествовать А куда? Уже увидите в следующем выпуске Пока! Субтитры сделал DimaTorzok